Меня зовут Мария и сегодня мы поговорим о постмодернизме. Но прежде чем говорить о постмодернизме, мы поговорим о модернизме как какового, поэтому давайте первый слайд. Кредо архитектурного модернизма заложено в самом названии модернизма. Это создание чего-то нового, что соответствовало бы сегодняшнему, ну точнее тогдашнему дню. Архитектов создавали принципиально новую установку на новизну. Инструктивное планировочное решение, а также внешние формы здания. Образное выражение призмы, стекла или то, что можно заметить на слайде, очень хорошо иллюстрирует общий характер всех построек. Например, в музее Гугенхайма в Нью-Йорке Фрэнк Лойд Райт, хотя в принципе Райта нельзя назвать модернистом как таковым. Давайте второй слайд. Широкие просторы для постмодернизма открылись после Второй мировой войны и его трагических разрушений. Многие европейские и не только европейские города были разрушены, а некоторые подчастую, такие как Берлин или французский Гавр, и открылось широкое поле для проектирования в новом стиле, без привязки к старым архитектурным ансамбудам. И самые большие площади застройки модернизма как раз это в Берлине и Гавре. Тогда же сформировались основные принципы архитектурного модернизма. Это использование современных строительных материалов, это рациональный подход к решению зданий и пространства, это отсутствие тенденции украшательства, это все барочные фронтоны, артеризные капители, израстцы, мозаика, это все ушло в прошлое. И здания все приняли некий интернациональный характер. То есть одно и то же здание могло быть построено и в Бразилии, где работал Аскар-Немейр, и в Париже, где работали все остальные личные люди. Можно четвертый слайд. И чтобы избежать оценочных суждений относительно модернизма, потому что это явление многие повергают в критики, можно вспомнить стихи Иосипа Александровича и процитировать этот адвокатский дневник, а пока вы можете льваться этой прекрасной вилой собой. Июльский полдень капает из вакли на брючину Хор детских голосов вокруг громады новых корпусов. У корпусиета общая слюфтрахно, они оба потрудились от души, от переменной облика Европы, что позабудут в ярости циклопы, то трезво завершат карандаши. И во второй половине 20 века новаторский дух постмодернизма перестал быть новаторским, и интернациональный стиль полностью себя исчерпал. Городская среда, наполненная белыми безликими домами, довольно дешевыми, монотонными и однообразными, стала слишком умилой. И архитекторы делают попытку изменить этот белоснежный и формальный язык архитектуры. И они пытаются привнести формы из прошлых веков, когда архитекторы-модернисты исключили из своей практики анамин, цвет, архитектурные формы. Архитекторы постмодернизма приносят все эти детали обратно. Суть нового движения не только одностатического обращения к формам прошлого. Архитекторы постмодернизма, они вернули в архитектуру искусство, и она перестала быть просто призмами стекла и бетона, как на первых нескольких слайдах. Например, студия Disney. Давайте дальше. Впервые концепцию о постмодернизме сформулировал профессор истории архитектуры некого университета Роберт Вентури. И он написал книгу «Сложности и противоречия в архитектуре». В книге он предлагал сохранить функциональную и конструктивную основу здания. Ну, разумеется, он предлагал сохранить концептуальную и функциональную особенность здания, потому что без функции здание становится просто объемом. Но также он предлагал наложить на так называемую машину для жилья, как до называл некребузье, говорящую и противоречивую декорацию, взятую из любого другого архитектурного стиля, из прошлого. Первым проектом Вентури был дом для его родителей, и мне кажется, дом этот совершенно чудесный, и на нем можно наблюдать занятый абсолютно нефункциональный ритм окон, несимметричные декоративные элементы, часто изогнутые. И мое общее впечатление – это, что архитектор просто пошутил. Давайте дальше. В книге и в своих лекциях Вентури делит дома все на два вида. Это декорированный сарай, это некие функциональные здания, где все декоративные элементы как будто принесены в свине и выглядят как будто накладные. А также утки. Ну, именно так формулировал Вентури, он называл их утками. Здание, которое функциональная и объемно-пространственная композиция подчинена в некой декоративной форме. В форме утки или в форме корзины. Такое тоже случается. Дома в форме корзины. Следующий слайд. Правильно с этим сформировались следующие постулаты постмодернизма. Первый постулат – это подражание. Подражание историческим памятникам и образцам. Но ни в коем случае не копирование этих самых исторических образцов. Также ссылки на широко известные памятники архитектуры, но эти ссылки часто выглядят иронично, нежели возвышенно и одухотворенно. Также проводилась работа в стилях историко-архитектурных, но условно. Последний постулат – это повседневность реализма этичности, а также принижение или упрощение классических форм. Как на предыдущем слайде с Диснеем, где, по сути, проглядывались классические очертания, но по факту это были просто мыши и гномы. Давайте дальше. Сенсацию вызвала постройка Чарльза Мура в Новом Ролиане, называется Пьяцца де Италия. Ее заказала итальянская община для местопроведения своих традиционных фестивалей. Заказчик пожелал создать идеальное воплощение некой ностальгии. И архитектор это выполнил в форме безумного гротеска. И он создал своеобразный коллаж старых архитектурных форм, скомпоновав это вокруг большой карты Италии, но, к сожалению, ее здесь не видно, но она просто там есть, она находится в плоскости, и вокруг нее скомпонованы эти бесконечные фронтончики и арки. Архитектор использовал эклектичные формы ради создания художественного образа старой Италии. Можно спросить, а чувствуете ли вы эту Италию, когда смотрите на эту постройку? Я, честно, сомневаюсь, но мотивы Италии все-таки угадываются. Здесь, на этом примере, отлично видно, что Чарльз Мур попытался внести в архитектуру не только функцию и соответствие какой-то упрощенной форме, но как бы это сделали модернисты. Как можно посмотреть на следующий слайдер, он привнес выдумку, он привнес фантазию, он привнес цвет, театральность и образность, мышление, ассоциация. Обращение к историческим формам, как уже упоминалось раньше, в постмодернизме никогда не носит характер прямого цитирования. Это было бы слишком вульгарно и прямолинейно, но с первыми постройками, такими как Чарльз Мур, появилась игра, намеки, образы, появилась зашифрованная символика, сложные ассоциации. Но никуда, разумеется, не деться от бесконечных рассуждений и вопросов, что хотел сказать автор. Такое тоже присутствует. Давайте следующий слайдер. Это еще один пример необычного траткования форм и образов архитектуры прошлого. Это здание американской телеграфной, телефонной компании в Нью-Йорке. Это огромный небоскреб. Он чинится, если можете посмотреть, в соответствии с законами ордера. Ну, ордер, вы помните, это дорический, анический, коринский, в зависимости от бюджета заказчика и от тренда. Нижняя часть небоскреба, ее можно назвать базой, как в классическом ордере, выдержана в человеческом масштабе. И она облегчает восприятие всего сооружения в целом. Если вспомнить огромные стеклянные небоскребы, полностью остекленные, без горизонтальных или детальных членений, восприятие их немножко нарушено. Потому что они не масштабны человеческому глазу, человеческому размеру. И даже на картинке невозможно определить никакой масштаб. Далее, если вернуться к Филиппу Джонсону и его постройке, то тело небоскреба – это стеклянная призма из серого гранита. А капитер, венчающая часть небоскреба или колонны же – это огромный фронтон очень своеобразной формы и с очаровательным круглым разрывом посередине, в котором, собственно, кроется вся ирония архитектора и вся ирония постмодернизма. Ни одна из частей издания не воспроизведена в качестве обычной классической колонны, потому что в таких чудовищных масштабах это вдруг было бы совершенно ужасно. Но он создает масштаб членениями и пропорциями, которые намекают на спокойную ясную классику прошлых веков. Это кривой дом. Все его видели в интернете или не видели, но вот теперь увидели. И он действительно кривой. Это довольно парадоксально звучит – кривой дом, кривой. Но он не содержит ни единого ровного места и угла. И построен он сравнительно недавно, в 2004 году. Проект был в польских архитектах, соответственно, в Польше. Главной задачей проекта было создание некого внешнего вида здания, которого привлекало внимание посетителей. Потому что сейчас это торговый центр. Нельзя отрицать то, что он привлекает внимание. Но лично я считаю, оценочным рассуждением, что дом довольно спорный. И в нем больше от маркетинга, чем от эстетики. И необычные формы этого дома обусловлены желанием привлечь внимание к торговому центру. И нежели какой-то концептуальной идеей. И его, даже можно сказать, демонстративная неординарность привлекает внимание туристов. Но, наверное, это и задумывалось архитектором, привлечивая внимание туристов. Так, так. А это ступические дома. Они стоят в Роттердаме. И конструктивно архитектор пожелал дом, провернул параллитики дома на 45 градусов. И поставил его углом на шестигранное пилот. Есть 38 домов. И они все сочиняются друг с другом в радостном экстазе. С высоты птичьего полета комплекс имеет довольно замысловатый вид, напоминающий невозможный треугольник. Но, может быть, когда-нибудь я его тоже увиду. Следующий слайд тоже он. Это внутренний двор от того же дома. Давайте следующий. А это безумное здание робот. Банк в Бангкоке. Архитекторов вдохновила на проект игрушка сына. Игрушка сына, ну, как можно догадаться, это был робот. И чтобы здание банка было похоже на робот, он в духе постмодернизма сделал глаза из нескольких цветных стекла. А в качестве век использовал жалюзин. И в этом вся прелесть и условность этого стиля. В музее искусства и современного искусства Лос-Анджелеса этот дом был включен в список 50 самых лучших и необычных зданий мира. К слову, я так и не нашла остальные 49 зданий, самых необычных и прекрасных зданий мира, поэтому если кто-нибудь вдруг найдет, то обязательно мне сообщите, потому что я сегодня спала в этом. Давайте дальше. Это прекрасно. Этот невероятный дом, он в форме корзины. И вот это вот та самая утка, о которой я говорила, метафорическая утка. Он выглядит довольно забавно. Нельзя спорить с тем, что он выглядит забавно. Балконы с окнами расположены таким образом, что создается имитация плетения. А желтый цвет и ручки, которые архитектор установил на крыше, дополняют фунтасмагорический образ. Той же самой корзите. На самом деле это штаб-квартира компании по продаже товаров для отдыха на природе. Ну, как любят американцы, это барбекю, это пикники, это пиво так и все такое. И как можно догадаться, а можно не догадаться. Я не догадалась. Главным источником дохода этой компании являлись корзины. И он согласился с свое состояние на корзинах. И мне кажется, у него не было ни единого шанса построить свою штаб-квартиру в какой-либо другой форме. Кроме как хварь, корзина для пикника. Давайте дальше. Пару слов об интерьерах. Это австрийский архитектор Канс Халяйн и Бюро путешествия в Вене. И он попытался средствами архитектуры постмодернизма создать ощущение путешествия, образа мечты, иллюзии, которые возникают в человека, который отправляется в дальние страны. Архитектор постмодернизма на его месте сделал бы стеклянные стены и, вероятно, увесил бы все плакатами. Но Халяйн ставит стеклянные, стальные пальмы, среди которых стоит руина классической колонны, а над авиакасами летают орлы. Звучит немножко безумно. Орлов я, к сожалению, не нашла, но они там точно есть. Архитектор, он создал атмосферу чего-то неизведанного и невероятного, и атмосферу полного предвкушения, и предстоящей поездки, и открытие каких-то неизведанных тайн. Давайте последний. Это тоже Ханс Халяйн, но хотелось бы резюмировать немножко, то, что я сказала. Постмодернизм в своем стиле он сохранил функциональную, конструктивную основу здания. И здание, которое пришло к нам от модернизма, и наложило неуговорящую и противоречивую декорацию этих Микки Маусов, и арки, и безумные колонны странных масштабов. Язык архитектуры, он стал невероятно богаче, и объемы и композиции стали намного более воздействительны по сравнению с предыдущими стилями. Однако, оценочное суждение, стремление к неординарности и порой пересиливает важные составляющие, такие как эстетика и гармония, например, в картинах и уроках. Понятия о красоте, конечно, у всех разные, однако нельзя отрицать, что здания постмодернизма в той или иной степени кричащие и как-то немного чересчур. Но каждая из них в своей образности как будто пытается заявить о себе и войти в те самые 50 необычных зданий мира из музея Лос-Анджелеса. Дальше. Это прекрасная картинка, лучше, чем я рассказываю о том, о чем я только что сказала. Первое – это классическое, все это знают. Второе – это модернизм, а последнее – это постмодернизм. Слово говоря, чтобы не возникло никакого диссонанса, модерн, на Западе модерн – это модерн, а у нас переводится как модернизм. Но одновременно с этим модерн у нас отдельный стиль в конце 19-го, начало 20-го века. Но на Западе у него много разных названий, вроде Анну-Боу, Сосисион или Юргеншвиль. Это маленькая ремарка в сторону, чтобы не возникло странно. Нет внимания. На этом все.